Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последняя защищает от укусов клещей до 30 дней, но если вы искупали своего питомца или на прогулке попали под дождь, эффективность капель снижается. При этом обязательно нужно учитывать, что капли начинают действовать не сразу, а спустя 48 часов после обработки. А вот спрей действует мгновенно. Главный критерий здесь дозировка. Она зависит от веса животного. После обработки шерсть должна быть влажной. Что касается использования противоклещевых ошейников, то тут главное условие – правильно одетый ошейник. Кроме того, от пироплазмоза, тяжелого заболевания, которое переносит клещи, может защитить вакцинация. Собак рекомендуется прививать двукратно с интервалом 2 недели, а затем каждые полгода. Необходимо применять противоклещевые средства в нашей области постоянно, круглогодично, без перерыва, потому что фактически, учитывая наш климат, суровой зимы у нас нет. То есть редко когда у нас держится долго температура на минусе, а клещи довольно активны уже при плюс 1 градусе. Еще одни вредоносные насекомые – это блохи. Они, конечно, не являются переносчиками опасных заболеваний, и многие владельцы ошибочно считают, что у домашних животных им взяться просто неоткуда. А напрасно. Блохи обитают за плинтусом вашей комнаты, под полом, в прихожей под ковриком, на лестничной площадке. Особенно страдают кошки, потому что у них часто возникает аллергический дерматит блошины именно на укус блох. Также блохи являются переносчиками личинок гельминтов, поэтому если есть блохи, то есть и глисты. Лучше всего обрабатывать одновременно и от блох, и от глистов. В борьбе с этими насекомыми помогут также ошейники, спреи, капли. Способ их защиты, как и их применение, идентичен средствам от клещей. Есть еще один вариант спасения от блох – шампунь. Но это одномоментная защита. После водных процедур эти паразиты могут вновь появиться на шерсти вашего животного. Специалисты ветклиники Захаров и Фарафонтова не перестают напоминать – внимательно следите и берегите здоровье своих домашних питомцев. И после каждой прогулки осматривайте свое животное, как говорится, от ушей до хвоста. И обязательно вычесывайте шерсть. А также подчеркивают, что нет универсальной стопроцентной защиты от клещей. Поэтому в случае укуса незамедлительно обращайтесь к специалистам. Ветеринарные врачи ветслужбы Захаров и Фарафонтова знают, как помочь вашему питомцу. Более 20 квалифицированных специалистов ежедневно спасают жизнь, обследуют и назначают лечение. Сеть ветеринарных клиник Захаров и Фарафонтова – все возможное и невозможное для спасения жизни животного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова